Уважаемые друзья, каждые 3-4 года мы встречаемся в таком формате для оценки работы системы органов дипломатической службы. Как вы понимаете, нынешнее совещание проходит в особых условиях. То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом – война. Она еще не приобрела, к счастью, очертаний горячего конфликта. Ведется в кабинетах, в средствах массовой информации, в социальных сетях, в экономике, финансах. Универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет. Как нет и универсального средства от вируса, коронавируса, он явился одним из триггеров, спровоцировавшим новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия в мире – протекционизм, национальный эгоизм, гонку вооружений, реваншизм и конфликты на этноконфессиональной почве. Как открытая и современная страна, мы ощутили на себе все последствия мирового кризиса. Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти. Как готовятся и реализуются такие цветные близкриги, вы хорошо знаете. Без внешнего вмешательства они невозможны. Мы здесь, в Минске, уже с весны прошлого года видели, как постепенно нагнеталась напряженность. Но недооценивали это. Нарастала антибелорусская активность в социальных сетях. Менялась не в лучшую сторону риторика наших оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне. Как еще до выборов активизировались отдельные деятели и организации. Как шли информационные вбросы. Обрабатывалось общественное мнение и здесь, и там. Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас. Каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат. Насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы. В этой ситуации достойный ответ могут дать только профессиональные и, самое главное, преданные своему делу и стране кадры. Напомню всем присутствующим, что дипломатическая служба сродни военной. С тем лишь отличием, что дипломат сражается за интересы отечества на дальних подступах к его рубежам. Во многом от ваших компетенций, целеустремленности, преданности делу зависит, начнут говорить настоящие пушки или нет. К сожалению, в особенное для нас страны время Министерство иностранных дел проявило себя не в полной мере. Министр меня постоянно при назначении, я его приглашаю, убеждает, что здесь работают лучшие. И у меня тогда возникает вопрос, так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно, так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет. Или такие кадры в стране не нужны. Уже извините за откровенность. Придут другие люди, для которых слова «отечество» и «независимость» не пустой звук. Знаю, что многие дипломаты, мягко говоря, поплыли, поддались на гнетаемые телеграм-каналах и зарубежных СМИ из Сирии. Кстати, таких шараханий, как в органах дипломатической службы, не было ни в одном другом ведомстве. Ни в одном. О чем можно говорить, если руководители загранучреждений пустили на самотек ситуацию в своих коллективах и открыто перешли на сторону мятежников? Такие примеры вам хорошо известны. Бывшие послы в Аргентине – Остапенко, Испании – Пустовой, Словакии – Лещене, Латвии – Маркович. Бывшие руководители загранучреждений Швейцарии – Мацукевич Дубай, Бондаров. Я уже не говорю про Латушка, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей. Напомню, что МИД до последнего тянул его на новую работу за рубежом. Интересно, на кого бы он там работал, если бы оказался? Говорю вам по-мужски. С предателями церемониться не будем. Сделайте для себя выводы, кто еще заблудившись ходит по лесу. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих рангов. Так будет и впредь. Жестко, но справедливо. Много наших дипломатов предпочли не высовываться, переждать непогоду в тиши уютных кабинетов. Предупреждаю вас, не получится. Считанные единицы активно, по-настоящему, по-мужски выступили в защиту своей страны. Давали комментарии в зарубежных средствах массовой информации, помогали белорусам в возвращении на родину. Это послы в России, Семашко, Украине, Сокол, Индии, Ржиузский, Индонезии, Колесники, Египте, Терентьев и ряд других. Пришло время всю систему серьезно встряхнуть. Еще раз подчеркиваю, главе правительства администрации, министру, нужно дать принципиальную оценку работе с кадрами нашего внешнеполитического ведомства и доложить, что администрация президента, прежде всего, делает на этом направлении. И вообще, Роман Александрович Игорь Петрович, надо серьезнейшим образом посмотреть на наше представительство в Европе. Вы, как бывший дипломат, я часто вам об этом говорю, знаете, это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем? А политические отношения, дипломатия, ну она не просто отсутствует, она во вред государству. Ну если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру, пусть работают. Пойдет, добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Что мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства. Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатка, ни валка, как будто его кто-то хочет замусолить. Повторюсь, сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которых мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди, занятые настоящим делом, показывают результат. Они бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях. Я напомню, что накануне выборов МИД буквально засыпал меня предложениями по контактам с США, Литвой, Латвией, рядом других европейских стран. И ничего из того, что вы мне подсовывали, не сработало. Так что это была дезинформация? Где сейчас ваши наработки, контакты, мероприятия по продвижению, укреплению имиджа, работа с аналитическими институтами? Может, вас просто использовали, как у нас в спецслужбе говорят, слепую, а вы этого даже не поняли. Но в конце концов, если в Риге мерзавец какой-то прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, но так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говорят. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали, где журналистов говорю, пока президент не топнул ногой. Потому что так и по Литве, и по другим странам. Так разве президент должен вам указания давать, а не вы вносить ему нужное предложение на злобу дня и соответствующее тому, что в отношении Беларуси делают наши соседи и прочее. В конце концов, насколько сопоставимы расходуемые средства на содержание системы органов дипломатической службы с реальными результатами деятельности. Главным образом, по защите наших интересов. Как и прежде, для нас задачей номер один остается внешняя торговля. Мы – небольшая открытая страна с экспортоориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные, так называемые, секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию, решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан. Мы должны и на этом поле, как на улице, в августе-сентябре поставить всех на место. Кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие. Поэтому вопрос внешнеэкономической деятельности МИДа, а точнее товарооборот, а еще точнее экспорт, является приоритетом из приоритетов. Тем более, что бизнес за рубежом уже вовсе призывает своих политикам не применять санкции в отношении к нашему сырью, топливу, удобрениям, продовольствию, древесине, полуфабрикатам. Там хорошо понимают, что в итоге ограничения ударят по их конечной продукции и по потребителям. Поэтому я поручаю премьер-министру подробно охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении, показать реальный уклад наших послов. А если нужно, то и предложить кадровое решение. Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия. И нам надо прекратить постоянно оправдываться. Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации, межвоенные периоды и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить. Прошла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы, потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение. Они нас должны, страны и народы Европы, благодарить за то, что сделало предыдущие поколения, а не душить нас санкциями. Эту правду нужно каждый день рассказывать людям в странах вашей аккредитации, выступать в СМИ, размещать в социальных сетях. Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стране правда и доблесть наших предков, а их уделы жалкие выкрики, шантаж и реваншизм. А бить мы не умеем, как показали последние события. Я вам с запятыми и двоеточиями точками доложу, как это было. Начнем с предыстории. По какой-то причине вдруг в Европе не хватило рабочих рук. И они позвали к себе из-за границы людей. Вы их позвали, обеспечьте их всем необходимым. Поставьте их в равные условия со своими гражданами. Не поставили. Но тем не менее они их зовут к себе, и они пошли потоком. Вы знаете, откуда сейчас идут? С Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки. Выбирают разные маршруты. В том числе и через Беларусь, но в гораздо меньшем количестве. И мы вчера остервенело боролись против наркотрафиков, против торговли оружия, ядерных материалов, контрабанды, против нелегальной миграции. Боролись, остервенело за собственные деньги в основном. Но понятно, Европа повернулась к нам лицом. Мы получали какое-то финансирование, пусть там мелочное. Кстати, вовремя всегда рассчитывались с ними. Они ценили нас за миролюбие. Даже создали в Минске переговорную площадку по прекращению войны на востоке Украины. И, кстати, благодаря этому война прекратилась. Пусть не решены все проблемы, но войны нет той, когда гибли каждый день тысячи человек или сотни. И вдруг что-то произошло в прошлом году. Знаете что? И против нас ввели санкции. И они нас упрекают в том, еще раз повторяю, что Лукашенко способствует нелегальной миграции. Ну, во-первых, факты на стол, что Лукашенко или наше государство способствует этому. А во-вторых, они нас душат, а мы их будем защищать. Слушайте, не наивно ли это? Нет, это не наивно. Это уже безумно. Это обезумели до того, что начинают требовать то, что вообще не надо произносить слух. Сегодня Беларусь является самым безопасным государством в мире. И что? Они хотят, что я сейчас увеличу в пять раз органы пограничной службы, пограничные войска и выведу на границу. Платить кто будет за это в условиях удушения нашего народа и нашего государства? Кто будет платить? Понятно, увеличилось количество миграций через Беларусь. Но пусть посчитают, сколько идут через Украину и другие страны. Там, через Средиземное море плывут и гибнут сотнями и тысячами. Бог все видит. Но вернемся к этому вопросу. Они отобрали 26 человек, большинство детей и женщин. Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты. Помните? В наступлении брали мирных жителей и посылали впереди себя. Вот точно так они выстрелили эти 26 человек и погнали через границу, открыл стрельбу поверх голов. Избили. Сейчас некоторые в больнице находятся. Женщина эта до сих пор беременная с детишками. Она что, эта женщина и детки ее угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Да нет, она бежала от войны. От войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией. Уничтожили Ирак, богатейшую страну, во имя чего? Демократию пронесли под крылом истребителей. Никакой демократии. Распотрошили Афганистан и вывели войска. Что там происходит, знаете. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали. Что же вы как нацисты сейчас их выталкиваете оттуда. Но на любое действие есть противодействие и последствия. Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах и даже в Турции увидели эти кадры, сегодня уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием. Они рвутся сюда с оружием. Зачем обидели беременную женщину? Один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. Это только начало. Я уже вам сегодня сказал, что дальше пойдут люди вооруженные туда, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей. Слушайте, если человек, этот человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он только будет защищать беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться? Мы это видим на примере западных государств. Видим, как они на это реагируют. Вот их лицо. Мерзкое, фашистское, нацистское лицо. Они всегда были такими. Посмотрите историю. Даже не каждое столетие, каждое полвека они подкидывали проблемы. То одну войну, то другую. Неужели мне вас надо убеждать в том, что белорусы, люди святые, они никогда не навязывали проблем своим соседям и даже не соседям. Мы, если и воевали только за свое, когда к нам приходили с мечом. Санкции мы должны, как была и поставлена задача мною правительству, преодолеть без всяких проблем. Мы половину производимого продаем. И это не сотни миллиардов долларов. И рынки наши понятно где. На тех рынках против нас санкции не увели. А если мы не можем сегодня купить немецкое комплектующие, ну так недавно МАС, по-моему, продемонстрировал, как они будут работать. Они совместное предприятие в Китайском парке, Белорусско-Китайском парке создали, производят для себя что за проблема. Такие двигатели уже производят не только на территории Германии, но и в других странах. Просто шевелиться нужно. Поэтому, какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны никак повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5% ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно. Да, трудно. Поэтому главная задача, как на фронте, выстоять и победить. В целях защиты собственных предприятий мы должны активнее использовать механизмы международных организаций. Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто с рук не сойдет. Нужно активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов. Юристов-международников у нас достаточно предприятиям совместно с посольствами сражаться за каждый трактор, грузовик, комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений. Я рассчитываю, что после тратационной учебы руководителей загранучреждений не разъедутся по зарубежным курортам, как это заведено у некоторых, а увидят свою страну, получат представление, чем она живет, в чем суть проводимых у нас реформ, как функционируют предприятия, какие интересы в трудовых коллективах. Поговорите с простыми людьми на улицах, в магазинах, на производствах, сельской местности. Вы увидите истинную страну, истинную жизнь в Беларуси. Ведь наши люди действительно воспринимают вас как элиту общества. Но элитарность должна проявляться в воспитанности, исключительной порядочности, высочайшем профессионализме, а не в высокомерии и чувстве превосходства над этими же людьми. Вы же все, все, абсолютно все, сами выходцы из этого же народа. Должны быть отражением его исконного патриотизма, традиционных семейных ценностей, трудолюбия. Должны этому соответствовать, а не идти по пути морального разложения и деградации.